Вчера около пяти часов вечера городская санитарно-эпидемиологическая станция города Первоуральска опечатала в связи с крайне неблагоприятной санэпид-ситуацией помещение единственного на все это небольшое селение судебно-медицинского морга. Вчера вечером Первоуральск закрытие судмедморга, в общем-то, не заметил. Прекращение работы столь важного народно-хозяйственного института начало сказываться сегодня утром. Трупы не принимаются. Часть умерших помещают в морг 1-й горбольницы. По замечанию главврача последней, об особо важных экспертизах и вскрытиях уже достигнуто соглашение судмедморгом соседнего города Ревда. Морг не откроется до тех пор, пока не будут захоронены 8, что называется, безродных, невостребованных родными или просто неустановленных трупов. Они хранятся здесь уже по несколько недель. Одно тело аж с конца августа месяца. Вчера утром ситуация резко обострилась. Они находились в морозильной камере, которая работает очень плохо. Они там продолжали гнить. То есть условий хранения никаких. И терпение лопнуло после, как говорится, многократных обращений. Правда, честно говоря, устных, письменных. Это сам надоело уже писать. И все, и вот самописанция закрылась. То вот уже в течение этого года, последнего, постоянно, постоянно идет накопление. Постоянно в холодильной камере грязь, вонь. Родственники шарахаются. А тут вот среди зимы полная камера этих опарышей. Личинки мух было. Из них вылазили. Довольно неприятное зрелище такое было. Мы работаем вообще в условиях таких приближенных газовой атаки какой-то. Постоянно вонь. Вот это вот, что невозможно зайти в камеру. Глаза режет. Вообще-то, трупы, из-за которых начался весь сыр Бора, из-за которых вчера морг вообще закрылся, должны были давно похоронить за счет государства. И сделать это должен был специализированный ритуальный цех муниципального производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства, созданный в мае этого года постановлением мэра Первоуральска. Но отдел этот нормально не работает. Там всего один сотрудник и тот начальник. И никакого финансирования. А еще, да и ритуальных конторы ТО, Реквием и Ритуал-сервис, которые раньше занимались захоронением невостребованных тел, не делают это потому, как ЖКХ и без того должно им много денег. ТО Реквием, например, 18 миллионов 874 тысячи рублей. И выплачивать не собирается. Ни из чего. Нет финансирования. На похороны 8 трупов, с учетом того, что на одно тело выделяется 10 минимальных зарплат, 834 тысячи 900 рублей нужно более 6,5 миллионов. Если быть совсем точным, 6 миллионов 679 тысяч 200 рублей. А это много. И взять деньги по большому счету негде. Сейчас их как раз и ищут. Первый жилищно-эксплуатационный трест уже приступил к изготовлению гробов. Кто и за чей счет будет хоронить трупы, пока не ясно. Но как только они будут похоронены, морг в Первоуральске откроется. Санитарную обработку делают там со вчерашнего дня. Теперь еще нужно провести ремонт холодильников. Все вымыть и вычистить к данной проблеме корреспонденты телевизионного агентства Урала в обязательном порядке вернутся в ближайших программах.